Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Взяв фотокамеру и блокнот, я часто отправляюсь в дальние поездки по полуострову, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому вместе с телекомпанией АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Если взглянуть на Бахчисарай с высоты, то легко заметить, что он лежит в узком скальном ущелье. Оно начинается на востоке, среди горных лесов, и затем широко раскрывается на запад, в сторону моря. А посередине и лежит город. На территории современного Бахчисарая в прошлом располагалось сразу несколько древних поселений, а также святых мест разных религий. Во время нашей прошлой прогулки по Крыму мы уже осмотрели одну из здешних мусульманских святынь – Азиз Маликаштера в селении Скиюрт. Он располагался вон там, в самом конце долины, там, где скалы уступают место равнинам. Однако это был не единственный Азиз Бахчисарая. Второй, столь же известный и столь же уважаемый Азиз, располагался на противоположном конце ущелья, у самых его истоков. Он назывался Азиз Газимансура. Давайте спустимся вниз с этих живописных высот на дно долины и вспомним, что нам известно об этом месте. В преданиях крымских татар Газимансур и Маликаштер выступают как два сахаба, то есть сподвижника пророка Мухаммеда, которые вместе прибыли в Крым для проповеди ислама. Маликаштер – это вполне реальная историческая личность, его биография неплохо изучена, и он известен в истории Ближнего Востока как полководец халифа Али и наместник Египта. Что касается Газимансура, то сведения о нем практически не сохранилось. Однако этот недостаток документальных свидетельств щедро восполняют предания бахчисарайских дервишей. Дервиши описывали Газимансура и Маликаштера как двух близких товарищей. Они вместе проповедовали ислам в Крыму, а затем Маликаштер был смертельно ранен в схватке с джинном великаном. Он умер на руках Газимансура. Тот похоронил его в Искеюрте, а затем и сам в назначенный час перешел в мир иной. Могилы обоих проповедников были надолго забыты и заброшены, но перед смертью Газимансур предсказал, что потомкам будет открыто место, где погребены они. Так и случилось. Вот какое предание об этом записался слов дервишей Исмаил Гаспринский. В далекой Бухаре, в Средней Азии, проживал шейх Рамазан. Однажды он заметил, что видит по ночам один и тот же сон, какое-то лесистое ущелье под обрывами неизвестной горы. Наконец, в одну из ночей к шейху во сне явился старец, который назвал свое имя Газимансур и сказал, что он похоронен в том ущелье и что оно находится в Крыму. Такой же сон видел и товарищ Рамазана, шейх Халил. Оба шейха немедленно отправились в Крым и узнали то место, что являлось им в сновидениях. Здесь они обнаружили затерянную могилу Газимансура, устроили на ней Азиз и остались в Крыму навсегда вместе со своими учениками. Основанная Рамазаном и Халилом община дервишей просуществовала вплоть до советского времени. Каждое лето при большом стечении народа они проводили на Азизе торжественное моление. Бахчисарайцы называли их качающимися дервишами, из-за их обычая читать молитвенные тексты нараспев и раскачиваясь. Эти церемонии проходили в стенах Текие, где можно было видеть надгробия Газимансура, Рамазана и Халила. Бахчисарайцы, приходившие на Азиз, слагали свои легенды о Газимансуре. Примечательно, что простые горожане стали представлять его уже не как проповедника из Аравии, а как своего земляка. Газимансур, говорит легенда, был благочестивым и уважаемым бахчисарайским старцем. Дожив до ста лет, он отправился в хадж, в Мекку. Имам Мекканской мечети, сжалившись над столь престарелым паломником, предложил ему остаться в священном городе навсегда, чтобы не испытывать тягот обратного пути. Но Газимансур отказался. Уж слишком он хотел вновь увидеть свой Крым и ореховое дерево, под которым он привык отдыхать. На обратном пути домой Газимансур почувствовал, что силы оставляют его и что он может не выдержать обратного пути. Он страстно желал, чтобы хотя бы прах его был похоронен в родной земле. Тревожные предчувствия оказались не напрасны. Той же ночью на странника напали разбойники и убили его, отрубив ему голову. Не дождавшись возвращения Газимансура, его родичи решили, что старик умер в дороге от немощи. Но вдруг произошло удивительное событие. Мальчик, собиравший орехи с любимого дерева старика, увидел, как к нему приближается никто иной, как сам Газимансур, несущий собственную голову в руках. Мальчик потерял сознание от невероятного зрелища, а когда пришел в себя, то обнаружил рядом с собою неизвестно откуда взявшийся баштаж, то есть надгробный камень с именем Газимансура. Он рассказал об этом взрослым, а вскоре и местный Мулла ночью увидел над могилой зеленое свечение, и тогда Газимансур был признан Азисом, святым. Очень похожие легенды существуют у разных народов мира, причем не только у мусульманских. Однако смысл этого сказания о Газимансуре не в только в том, чтобы удивить слушателя чудом с отрубленной головой, но и в том, чтобы научить его, что для человека, искренне любящего свою родину, нет на пути к ней никаких преград. Исмаил Гаспринский писал, что Текие на Азизе Газимансура была основана в 1434 году. К той же эпохе, к 15 веку, относятся и памятники на старом мусульманском кладбище, что окружало стены здания. На сегодняшний день эти камни, плиты пола Текие, да старая входная арка, все, что осталось от оживленного когда-то места молитвы. И здания Текие, и все прочие здешние постройки были напрочь снесены в советское время. Последнее время уже несколько раз была высказана идея о том, чтобы восстановить и благоустроить Азиз Газимансура. Было разработано несколько проектов реконструкции разрушенного Текие, а тем временем энтузиастами уже был восстановлен в колодец. Таким образом, Махчисарай располагался в точности посередине между двумя крупными Азизами. Азизом Газимансура на востоке и Азизом Маликаштера на западе. Город находился как бы под покровительством двух почитаемых в народе сахабов. И, безусловно, для бахчисарайцев ханского времени это имело большое значение. Бахчисарайское ущелье открывается в долину реки Кача, что бежит к сияющему на горизонте морю. Эта долина тоже очень богата историческими памятниками и один из них весьма похож на бахчисарайский Азиз. Поэтому сегодня мы познакомимся также и с ним. Это Качинская долина. О ней мало говорится в старых хрониках, но об ее истории могут поведать сами крымско-татарские названия здешних сел. Они указывают на то, что в ханское время земли по этой долине раздавались ханами придворным служащим. Судите сами, село, которое сегодня называется Долинным, в те времена называлось Топчакой, то есть деревня Пушечника. Современная Фурмановка именовалась Ахтачи. Это было слово для обозначения ханских конюбов. Была здесь местность и называвшаяся Черкес-Аланы, то есть Черкесский луг, а ведь представители именно этой народности составляли большинство ханской придворной гвардии. Наконец, известно, что как раз в этой Качинской долине в 17 веке находился и дворец самого высокопоставленного придворного сановника Крымского ханства, ханского визиря Сефер-Гази-Аги. Мы же отправимся в село Эфендикой, название которого можно перевести как «Деревня ученого» или «Деревня служителя культа». В Крымском ханстве было много дервишеских обителей, но четыре из них были настолько важными и значимыми центрами религии и науки, что их называли «четырьмя столпами государства» или «четырьмя очагами». Шейхи, настоятели их, принимали участие в заседаниях ханского совета и пользовались огромным уважением и влиянием в стране. Эти четыре очага культуры располагались в разных концах полуострова под Кефе, под Акмеджидом, в центре Степного Крыма и здесь, в Качинской долине. От первых трех на сегодня не осталось и следа. А у четвертого сохранилось единственное здание – мавзолей в селе Эфендикой – Айвовое. В ханские времена это было большое и, как писали современники, красивое село с тремя сотнями домов, с двумя мечетями, с баней и каравансараем, с мадресе. Здесь и располагался один из четырех мусульманских центров Крыма – Качинская текие. Сюда во множестве съезжались и дервиши, и паломники, которых при текие бесплатно кормили и принимали. Здесь, как и на Азизе Маликаштере в Иске-Юрте, тоже хранилась реликвия, запечатанный в стеклянную капсулу волос из бороды пророка Мухаммеда. Как и на других бахчисарайских Азизах, стоявшее здесь текие было снесено при советах. Вместе с ним погибло и старое кладбище, что располагалось под стенами текие. Однако чудом уцелела последняя постройка здешнего культового комплекса – мавзолей, который называли «Уч-Азиз-Тюрбеси», то есть «Мавзолей трех святых». Что же были за люди эти трое? С этим вопросом я обратился к своему доброму товарищу и уважаемому коллеге Нариману Абдульваапу, старшему преподавателю Крымского Инженерно-педагогического университета, заместителю директора исторического музея Ларишец и прекрасному специалисту по крымско-татарской культуре ханской эпохи. К сожалению, нам ничего не известно о каких-либо археологических либо других работах, которые производились бы в течение XX века, поэтому нам трудно сказать о содержании надмогильных текстов как внутри мавзолея, так и кладбище, которое располагалось вокруг него. Но на эту проблему некоторый свет могут пролить строки из книги путешествия Ивлия Челеби. Ивлия Челеби, известный турецкий путешественник, как известно, в середине XVII века, бывший в Крыму, он посетил эти места, он был гостем шейха местной обители Хазершаха Эфенди. При описании комплекса такие он говорит и о мавзолее, в котором на тот момент покоились отец и сын шейха Хазершаха Эфенди, Усин Эфенди и Мехмед Эфенди. Надо полагать, эти две могилы и были могилами двух первых святых. Можно даже предположить, что третьим святым явился тот самый Хазершах Эфенди. В последние годы в результате исследования архивов исторических свидетельств и в частности работы с чудом сохранившимся фрагментом судебных документов эпохи Крымского ханства мы располагаем довольно многочисленными сведениями относительно шейхов данной обители. В частности, в одном из документов, датированных второй половиной шестнадцатого века, эта деревня, она упоминается как деревня Усин Эфенди. Усин Эфенди Хареса. Арабская аналог слова деревня, Кой. Надо полагать, что в шестнадцатом веке деревня, которая возникла вокруг обители, вокруг этого религиозного суфийского центра, она именовалась как деревня Усин Эфенди. Со временем слово Усин, имя Усин, оно, как часто бывает в топонемике, мы наблюдаем крымской топонемике, оно просто забылось и осталась вторая часть этого слова Эфенди Кой. Кстати, в том же документе там идет речь о некотором завещании, завещании библиотечной коллекции, библиотеки местного мадресе, высшего учебного заведения исламского, которое, кстати, находилось на территории этого комплекса. Человек, который завещал эти книги, он также выражает свое желание видеть во главе этого мадресе очень известного религиозного авторитета, также шейха шестнадцатого века, татарского шейха Ибрахима, сына Ак-Мехмеда. Очень известный по историческим сведениям, достаточно о нем много написано. Кстати, он тоже был зачинателем целой родословной шейхской. Из поздних времен, в частности по восемнадцатому веку, в историографии крымско-татарской проходит имя шейха Абдуль-Халима, сына Абдуллаха, возможно, и отец его, Абдуллах тоже был шейхом данной обители. В девятнадцатом веке мы встречаем целый ряд имен, в частности, шейха Ах-Сеид Мехмеда, который был примерно во время Крымской войны шейхом Качинской обители. После этого, в шестьдесятые, в семидесятые годы, шейхом был шейх Селами Эфенди. После этого возглавил обитель его сын Абдуль-Халик Эфенди. И сыном Абдуль-Халика был последний шейх данной обители, шейх Якуб. Шейх Якуб двадцатые годы уже при советской власти, он лишен был всего своего имущества, некоторое время покинул, покинул свою деревню, некоторое время жил в Акмежите, в Симферополе, и уже, видимо, в тридцатые годы покинул Крым, уехал в Азербайджан и умер окруженный почетом в городе Гянжа в Азербайджане. Как и на Азизе Газимансура, эту древнюю святыню тоже хотят возродить. Эти планы связаны с именем Ахмеда Ихсама Крымлы, известного турецкого политика и писателя, потомка эфендикойских шейхов, вынужденных в свое время эмигрировать отсюда в Турцию. Действительно, предками Ахмеда Ихсана Крымлы были шейхи эфендикойские обители, в частности, шейх Ахсид Мехмед Эфенди, который после Крымской войны 1853-1856 года решает отправить своих детей за пределы Крыма на территорию Турции. Отправляя их, он передал им экземпляр Священного Корана на одной из страниц, которого написал несколько строк, которые сейчас невозможно читать без волнения. Строки были следующие. Вы уезжаете, я стою здесь, я умру, мое тело превратится в прах. Сквозь этот прах прорастут трава и цветы. И на запах этой травы и цветов мои внуки будут стремиться к родным очагам. Прибыв на родину предков уже очень пожилым человеком, Ахмед Эксан Крымлы решил изыскать средства, чтобы восстановить древнюю дервишескую обитель в Эфендикое. К сожалению, он не дожил до воплощения своего замысла, но этим проектом теперь занимается его сын, ученый-историк Акан Крымлы. Несколько лет назад Бочисарайский заповедник провел реставрацию этого дюрбе и нет сомнения, что рано или поздно мавзолей в селе Айвовом займет свое достойное место среди крымских достопримечательностей и будет окружен надлежащим вниманием и заботой. Редактор субтитров А.Семкин Наша очередная прогулка по Крыму подошла к концу. Сегодня мы посетили два полузабытых памятника, которые были весьма схожи друг с другом и которые разделили общую судьбу. Оба были уничтожены. Остается лишь пожелать успеха тем неравнодушным людям, которые стремятся сохранить и возродить уникальное историческое наследие Бочисарая и его живописных окрестностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова